Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Макс Клингер, немецкий художник, создавший значительные работы в области живописи, скульптуры, гравюры и графики, а также написавший трактат, в котором изложил свои идеи о искусстве и роли графики и эстампинга по отношению к живописи. Он связан с символизмом венским сенсионом и югенстилем, немецким проявлением модерна. Родился в Лейпциге у богатой и видной семьи 18 февраля 1857 года. Поступил в Академию изящных искусств в 1874 году, был учеником Карла Гусова. Когда Гуссов покинул Карлсруэ, чтобы стать директором Академии изящных искусств в Берлине, Клингер тоже переехал в Берлин, чтобы завершить там свое обучение. Клингер делил студию с Кристианом Крогом, и оба они восхищались французскими натуралистами, такими авторами, как Эмиль Золя и Гюстав Флабер. В то время реализм был преобладающим стилем в Германии, и Арнольд Беклин был одним из немногих действующих там художников, с которым Клингер чувствовал близкое родство. Окончил Академию в 1877 году, его привлекали афорты и гравюры многих мастеров, которые больше соответствовали его чувствам, включая Дюрера, Рембранта, Гой, Рунги, Менца, Лея Робса. Начал обучение гравюры у Германа Сагерта, и вскоре стал опытным гравюром с богатым воображением. Ненадолго посетил Брюссель в 1879 году, а в 1880 некоторое время провел его в Мюнхене. Он приобрел известность благодаря своим рисункам и гравюрами пером и туши, когда в 1881 году опубликовал два набора своих афортов. Переехал в Париж в 1883 году, начал лепить, и скульптура постепенно стала доминировать в его творчестве в последние годы жизни. В 1890-х годах Клингер продолжил постепенный переход от гравюры к скульптуре. Был опытным пианистом, считал композитора Макса Регера среди своих друзей. Дружба с композитором Йоханнесом Брамсом развивалась в течение 20 лет. Я цитирую переводную википедию. Основал премию Вилла Романа в 1906 году. Первым лауреатом премии был Юстов Клинт. Однако Клинт отказался от своей чести и передал его Максимилиану Куцвейлу. Эльза Асенд-Джефф была писательницей и поэтессой, а также моделью, музой и подругой Клингеров около 15 лет. У них была дочь Дезерей Клингер. Но они не были женаты. В 1911 году Клингер ушел от нее, когда ее психическое здоровье начал проявлять признаки ухудшения. Ради 18-летней модели Гертруда Бок, на которой он в конечном итоге женился. За несколько месяцев до своей смерти. Оставил свое имущество Гертруде. Значительная часть репутации Клингера связана с его многочисленными циклами и сериями гравюр глубокой печати, которые оказали влияние на многочисленных гравюров и художников конца 19-го, начала 20-х веков. Написал текст для живописи и рисунка, который в конечном итоге был опубликован в 1890 году и впоследствии переиздавался несколько раз. В нем он отставил идею о том, что гравюра и графика должны играть новую и значительную роль в искусстве, отличную от живописи и лучше всего подходит для стилистических и концептуальных экспериментов. Надо сказать, что Агюст Роден прошел мимо скульптуры Клингера без комментариев, хотя позже он сказал, что это не имеет никакого отношения к скульптуре. Многие художники, в частности Джорджо де Кирко, называли Клингера основным связующим звеном между символистским движением 19-го века и началом метафизического движения. Ее работы также вызывали восхищение и оказали формирующее влияние на более поздних художников, таких как Макс Эрнст и других художников-сюрреалистов. Умер он 5 июля 1920 года в возрасте 63 лет в Германии. Пока-пока, до свидания. Вот так немного из переводной википедии о Максе Клингере, немецком художнике. Пока-пока, до свидания.